Грех 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 Бог может этот грех просить или нет? Давайте посмотрим, что Бог делает с Моисеем. Он, Моисея, ставит вождем народа израильского. Значит, Моисей просил прощения об этом грехе. И Бог просил ему. Посмотрите, что он дальше делает с Моисеем. Ни один человек не удостоился того, что Моисей. Бог вручает ему скрыжали откровения. Бог общается с Моисеем уста к устам. И только пелена, тумана скрывает его от Моисея. И Библия говорит, Господь говорит, я с ним говорю уста к устам. Если с другими пророками я только во сне являюсь в видении, с Моисеем я говорю уста к устам. Скажите, просил Бог Моисею грех, убийство или нет? Конечно, просил. Поэтому у нас нет сомнений в этом. Библия говорит о Моисее, что Моисей это Божий человек. Тот человек, который убил другого человека, Библия называет его Божьим человеком. Почему? Бог ему просил. Он покаялся в этом грехе. И Бог простил Моисея. И Моисей позже становится человеком Божьим. Человеком, которому Бог доверяет абсолютно все. Итак, что представляет собой грех, который Бог не может простить? Мы уже с вами определили, что это не является убийством. А может быть это обман, подлог. Может это. Посмотрите, что сделал Иаков. Он вошел к отцу своему и сказал, Отец мой, тот сказал, вот я. Кто ты сын мой? И Иаков сказал отцу своему, я Исау, первенец твой. Мне кажется, что даже легче убить, чем такую подлость сделать по отношению к отцу. И отец потом говорит, голос, голос Иакова. Не может быть, чтобы ты был Исау. А он подставил ему руки, потрогай меня, пощупай. А руки обмотал кожей козлят, потому что Исау был очень такой волосатый. И он подставил руку, тот пощупал руки, руки Исау, а голос, голос Иакова. И отец слепой недоумевал. И Иаков обманул своего отца. Может быть, обман является грехом, который Бог не может простить? Друзья мои, вспомните лестницу. И Иаков просил прощения, и Господь сказал ему. И вот Господь стоит на лестнице и говорит, Земля, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. О, если бы Бог не просил Иакова, никогда он не мог бы дать такое обещание этому человеку. Оказывается, и этот грех Бог может простить. Что же за грех, о котором Библия говорит, что Бог не может простить? Друзья мои, а может быть, это предательство? Иуда предал своего Господа. Он пошел к священникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебрянику. Скажите, этого хватило Иуде, чтобы продать своего Господа? Да, он согласился с удовольствием за 30 серебрянику продать своего Господа. А я хочу вам задать вопрос. Библия говорит, что он пошел и удавился. А я хочу задать вам один вопрос. Если бы Иуда после того, как предал своего Господа, если бы Иуда не повесился в тот день, пятницу, когда он предал своего Господа и дождался воскресения, понедельника, и затем, если бы он пришел к Иисусу Христу и попросил у Него прощения, как вы думаете, простил бы Бог Иуду за то, что он предал его? Простил бы. Он бы простил Иуду. Я больше, чем уверен, что Господь бы простил Иуду. Проблема Иуды, что Иуда не покаялся. Он осознал, что сделал неправильно. И вместо того, чтобы прийти к Иисусу и попросить извинения, он пошел и повесился. А Иисус действительно простил бы Иуду. Что же это за грех, который не может простить Бог? Друзья мои, а может быть это отречение от Господа? Это сделал Петр, Библия говорит. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает всего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И выйдя вон, горько плакал. Библия сообщает нам о том, что Петр, он обратился к Господу. Он покаялся. И Господь ответил на его проблему, на его грех, на его отречение. И он сказал ему, любишь ли ты меня, Петр, после воскресения уже своего, любишь ли ты меня, Петр? Петр говорит, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И какое поручение дает Господь Петру? Паси моих овец. Агнцев моих паси, паси. Будешь пастырем, будешь апостолом, будешь проповедником вечного Евангелия, потому что я тебя прощаю. Итак, отречение никак не может быть грехом, который Бог не может простить. А что представляет собой грех, который не может простить Бог? Друзья мои, а может быть это терроризм? Может быть терроризм является грехом, который Бог не может простить. Скажите, грех терроризма, это тяжелый грех или нет? Это тяжелый грех. Вспомните детей Беслана, этого достаточно. Это страшный грех, когда погибают невинные люди, и эти люди с удовольствием делают им боль. Это страшный грех. Но может ли это быть грехом, который Бог не может простить? Иисус находился на кресте. Справа и слева еще два человека бы висели на крестах. И они были террористами своего времени. Они были террористами своего времени. Они были разбойниками. И вы помните, что один из них очень сильно покаялся в своей жизни. Он обратился к Иисусу, и он хотел быть с Иисусом. Он поверил ему, он раскаялся в своих грехах. И Христос дал ему обещание, будешь со Мною в раю. Оказывается, Бог может простить и террориста. Это страшно, что делают террористы. Но если этот человек покается и обратится от своих злых этих дел, и прекратит это делать, Бог простит такого человека. Друзья мои, что представляет собой грех, который не может простить даже Бог? Это убийство? Нет. Обман? Тоже не подходит. Предательство Иисуса? Тоже нет. Отречение от Иисуса? Тоже нет. Терроризм? Тоже нет. Что же это за грех такой, который Бог не может простить? Смотрите заявление Господа, заявление Библии. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вы заметили одну важную деталь? «Если же ходим во свете, подобно как Он, Иисус во свете, то кровь Его очищает нас от всяких грехов». Человек, который раскаялся в своем грехе, в своем преступлении, человек, который пришел к Иисусу и отдал свое сердце Ему, он становится новым творением. Он становится совершенно другим. Он становится похожим на Иисуса. И он ходит во свете, подобно как Иисус сказал о себе, «Я свет миру». И Христос говорит о нас, о людях, о христианах, которые поверили в Иисуса. Он говорит, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного». Друзья мои, это очень важно. Мы должны быть похожими на Иисуса. И если террорист вдруг стал похожим на Иисуса, если он прекратил свое теяние, если он стал новым творением, Бог его прощает. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Вы заметили это заявление? Очищает от всякого греха. И возникает вопрос, есть ли грех, который не может простить даже Бог? Есть ли этот грех, который не может простить Бог, если кровь Иисуса очищает от всякого греха? Однако в начале самом вы сказали, многие из вас подтвердили, что есть грех, который не может простить даже Бог. Давайте читаем это слова Иисуса. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем». Я хочу задать вам вопрос, есть ли грех, который не может простить Бог? Иисус говорит, что ни в всем веке, ни в каком другом нету прощения человеку, который сделает этот грех. И что представляет собой этот грех? Хула на Святого Духа. Итак, хула на Духа Святого не прощается человеку никогда, говорит Иисус. И это очень важно, это заявление того, кто является нашим Богом и нашим Спасителем. Есть грех, который не может простить Бог. Мы должны с вами, наверное, сегодня, чтобы мы знали, не сделали мы этого греха, этой хулы, мы должны немного изучить больше, кого представляет Дух Святой, почему хула на Духа Святого не прощается, на Сына Божия, например, хула прощается, а вот хула на Святого Духа никогда не прощается, говорит Иисус. Почему Иисус сказал, что хула на меня, то есть на Иисуса нет проблем, прощается, а хула на Духа Святого нет? Нам нужно больше знать о работе Духа. Нам нужно знать, что делает Святой Дух, чем Он занимается, почему хула против Святого Духа не может быть прощена никогда, говорит Спаситель Иисус Христос. Давайте будем читать. Христос говорит, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Когда же придет Дух истины, а Иисус сказал, я из пути истина, и заповеди Божьи истина, и Дух Святой, который, когда придет, Он будет учить истине. Вы заметили? Это очень важно. Христиане, которые сегодня верят, что получили Духа Святого при крещении или как там по-другому, но они искажают истину и нарушают любую одну из десяти Божьих заповедей, никогда они не крещены Духом Святым. Никогда они не рождены для Царствия Божьего. Потому что как можно родиться для Царства Божьего, принять Духа истины, веровать в Иисуса истину и нарушать заповеди истину. Никогда это невозможно. Как бы мы себя не убеждали, что мы хорошие христиане, мы любим Господа, проводим богослужения по воскресным дням, каждое воскресенье ходим, молимся Господу и утром, и вечером, и за столом и так далее. Если мы нашли объяснение, почему я могу одну из истины, один пункт из истины или два выкинуть, я тогда не знаю ни Иисуса истины, ни Духа истины, которым верую, что я крещен и что я родился от Него. Я не знаю никого. Истина одна. Итак, это очень важный вопрос. Следующее объяснение Иисуса о Духе Святом. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он пришед, облечит мир. О грехе, о правде и о суде. Иисус говорит, конфессии, которые сегодня упрощают грех и говорят, нарушение субботы не имеет отношения к греху. Конфессии, которые сегодня говорят, никакого суда нет. Верующий Иисуса перешел от смерти в жизнь и упрощают эту правду Божью, а упрощают истину Божью и извращают Слово Божье об аде, об вечных муках. Они не знают Духа истины, утешителя, который пришед, будет обличать. Скажите, пожалуйста, на этой программе звучат в адрес людей обличительные истины или нет? Обличение звучит или нет? А я хочу вам задать вопрос. Скажите, кто это делает? Дух Святой пришед, обличит. О чем? О грехе, о правде и о суде. Это происходит в этом зале или нет? А в всех этих трех пунктах происходит. Подумайте об этом. Что происходит сегодня в городе Винница? Подумайте об этом. Иисус говорит, что лучше, чтобы я пошел. Вы можете представить себе? Ученики так полюбили Иисуса, а Христос говорит, когда Дух Святой придет, это лучше. Это лучше меня. Я хочу задать вам вопрос. Скажите, Дух Святой, который лучше Иисуса, так сказал Иисус, может ли это быть? Нет. Вы заметите, как Бог работает? Он активно участвует в жизни Его Церкви на земле. И знаете как? Христос имел на земле церковь, иудейскую. Он вывел их из Египта, у него и была раньше церковь Авраам, до Авраама Ной, до Ной и все остальные патриархи, Адам, Сим, то есть Сиф, Иорет, Енох, Ламех, Ной и так далее. После потопа у него была церковь, это те, опять же, патриархи, Ной, Сим и последующее поколение до Авраама. Потом Авраама Бог вырвал, потому что грех стал распространяться, и выделил его из этого места, и говорит, иди в пустыню, живи обособленно, чтобы ты сохранил богопознание обо мне. И от тебя я произведу род, который будет слушаться меня. И затем евреи это стали этим народом. И евреи шли по жизненному пути. Они дошли до Иисуса, до 2000 лет тому назад, и они не приняли Иисуса. И когда они не приняли Иисуса, Христос дальше двигает свое дело, распространяет Евангелие, уже не используя сугубо иудейскую церковь, а христианскую церковь. И в христианской церкви приходит на смену Иисусу Христу. Кто пришел? Святой Дух. А церковь учит, пришли отцы церкви, которые стали поучать правде Божьей. А Дух Святой на задворках. Бог не позволил людям управлять церковью на земле. Бог оставил за собой право. И Дух Святой – это Бог, который вместо Иисуса продолжает управлять Его церковью. И Он кто есть? Он истина. Как Иисус истина. И заповеди Божьи – это истина. И Дух Святой никогда не может противоречить себе и Иисусу, Отцу, закону, характеру своему, который отображен в десяти Божьих заповедях. И Он пришед, обличит мир о грехе, о нарушении Божьих заповедей, о правде Божьей, потому что появилось много лжеучений и о суде Божьем, что Бог осудит тех, которые не поверят Господу Богу и библейской правде. Следующее определение Иисуса, чем будет заниматься Дух Святой, кто Он такой? Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Дух Святой, многие люди говорят, и церковь так решила. Почему появилось так много всех трудностей, замешательств в церкви? Потому что церковь считает, что мы теперь руководимы Духом Святым, и Дух Святой дает нам провещать, дает нам понимание, как нам нужно дальше все делать. И поэтому мы придумываем все новые и новые учения, вводим все новые и новые языческие догмы для того, чтобы распространять ложь, и говорим, что это Дух Святой нам дает. Дух Святой научит только тому, что вы знали, чему учил Иисус. Дух Святой напомнит все, что Я говорил, и никогда Он не будет ничего нового говорить. Истину Иисус открыл сполна. Бог открыл истину Слове Божьем сполна. Духу Святому не нужно рождать новые идеи истины, для того, чтобы кто-то путался в этом мире. Этим занимается дьявол. А Бог, то есть Дух Святой, Он только будет говорить о том же, о чем говорил пророком, о чем говорил Иисус, о чем написали апостолы, только это Он будет утверждать до конца времени, до пришествия Господа на землю. Вот это Его работа. И поэтому проблема христиан в том, что мы хотим пользоваться только дарами Святого Духа, Его силой, а быть послушными, верными Ему, об этом порой даже не задумываемся. А Библия говорит, когда же придет Он, Дух Истины, то Он оставит вас на всякую истину. Позвольте задать вам вопрос, а эта книга, это истина? Да. Дух Святой ни одному комментарию не будет учить, Дух Святой будет учить вот этой книге. Он другого не знает. И поэтому, если ваша жизнь не соответствует этой книге, а вы уже знаете, что она не соответствует, нужно покаяться. Нужно прийти к Господу Богу. Нужно покаяться перед Духом Святым, который может наставлять вас только на истину. В чем же заключается работа Святого Духа? Суммируем это все. Наставит на всякую истину, научит вас всему, чему Иисус учил, напомнит вам все, что Христос говорил, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Поэтому, отвергнув Святого Духа, некому больше призывать человека к покаянию. Вы помните слова Иисуса Христа, когда Он однажды сказал, Иоанна записала это. «Если Отец Мой не привлечет ко мне, никто не может прийти ко мне». Помните такое выражение? Вы заметили? Если вы думаете, что вы сами пришли на эту программу, вы ошибаетесь. Дух Святой вас влечет. После того, как Христос ушел с этой земли, работой, привлечением Господу Богу занимается Святой Дух. Если мы сегодня Его не понимаем, если мы сегодня не слушаемся Его, хотим только пользоваться силой, языками, исчелением Его, хотим только этим пользоваться, а не хотим послушать, что Он продолжает нас обличать о грехе, о правде, о суде, нам другой Дух что-то дает. Помогает что-то. Совершенно другой Дух. Иногда мы думаем, что Дух это Дед Мороз, который подарки раздает. Одному одно, другому другое, третье, десятое, а кому-то, а где-то всем одно и то же. Вы заметите еще одну деталь. Церковь, которая вся молится на иных языках, абсолютно не является Божьей Церковью. Давайте я вам поясню. Дух Святой дает Дух один, а дары в Церкви дает каждому особо. Одному одно, а другому другое. Но если вся Церковь получает один и тот же дар, кто-то другой постарался это сделать. И я еще хочу сказать, вы читали одиннадцатую главу послания Коринфской Церкви? Не-не, минуточку, вы мне скажите, вы читали главу эту? Одиннадцатая глава говорит, апостол говорит, что Церковь Иисуса Христа, она представляет собой как бы тело, организм. И он говорит, это же смешно, чтобы все тело был один палец, или все тело представляло нос, или все тело представляло ногу. поэтому тело одно, а порознь, члены разные. Пальцы есть разные на руке, есть уши, нос, глаза, бровь, рот, язык, глаза, ноги и так далее, руки. И каждая деталь играет роль для того, чтобы тело, организм мог хорошо функционировать. А если вся Церковь ухо, это дар языков, а если вся Церковь это дар знания, а если вся Церковь это дар мудрости, а если вся Церковь это истолкование, это абсурд. В Церкви должны быть все дары, и никогда в Церкви не может быть одинаковый дар у всех. Один ухо в Церкви, другой глаз, третья рука, четвертый палец один, пятый нога и так далее. А если вся Церковь одна нога, то это некрасивое тело. У Иисуса Христа красивое тело. Церковь представляет собой как тело. Поэтому, друзья, это очень важный вопрос. Библию надо изучать серьезно. Давайте вспомним о потопе, потому что люди погибли до потопные. И почему они погибли? Какова причина? Библия говорит, «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плод, пусть будут дни их сто двадцать лет». Послушайте, Дух Святой был до потопном мире? Он был до того, как в день Пятидесятницы ученики получили дары Святого Духа? Он всегда был. И посмотрите, как Бог защищает Духа Святого. Он говорит, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, если мы сегодня пренебрегаем Духом Святым». А что Христос предсказал? «Ибо как было водниное перед потопом, так будет пришествие Сына Человеческого». А что делали допотопные люди? Пренебрегли Духом Святым. Переступили грань. И когда они это сделали, Бог говорит, «Все, пришел предел. Вот 120 лет еще терплю, если ничего не меняется, конец пришел всякой плоти». И Библия говорит, «Так будет и в пришествии Сына Человеческого». Давайте посмотрим, как похулили допотопные люди Духа Святого. Как вы думаете, когда они похулили? Они похулили Святого Духа тогда, когда начали тонуть и забыли помолиться? Наверное, нет. Они раньше это сделали. А может быть, тогда, когда дверь закрылась, но еще семь дней не было потопа, и нужно было стучаться в двери и проситься, «Пусти нас мной к себе?» мы каемся. Может, тогда нужно было? Нет, тогда уже было поздно. Вы заметили? Было раньше, и тогда уже было поздно. Это очень важно. Я вам отвечу на вопрос, когда? Бог сказал, пусть будут дни их 120 лет. Не вечно Духу моему быть пренебрегаем человеками, пусть будут дни их 120 лет. Послушайте, на протяжении 120 лет, но и как посланник Божий, но и как пророк Божий до подобного мира, провозвестник вечного Евангелия, он проповедовал людям, «Милые мои, обратитесь к Господу Богу, прекратите грешить, повернитесь к Богу, поклоняйтесь Творцу неба и земли, поклоняйтесь субботний день, чтобы вы не забыли Господа Бога своего, повернитесь к Нему как к Владыке своему». Он проповедовал, а затем он говорит, «Еще 120 лет, и этот мир потонет под водами потопа, пожалуйста, придите к Господу Богу». А люди слушали и смеялись, старик с ума сошел, какой дождь, какой потоп, быть этого не может. Оно и проповедует, друзья мои, еще 119 лет, еще 110 лет, еще 100 лет, еще 50 лет, еще 20 лет, пожалуйста, придите к Господу Богу, не хулите имя Божье, поклонитесь живому Богу, повернитесь к истине. Еще пять лет, еще год, еще неделя, пожалуйста, сегодня последний день, пожалуйста, обратитесь к Господу Богу. Говори, говори, говорышка, вот это, вот это была хула против Святого Духа. Это была хула на Святого Духа. Они слушали призыв, очень важная деталь, апостол Павел в послании к Галатам говорит, что Бог каждого человека призывает. И когда я слышу призыв прийти к Богу, поклоняться Ему поистине, но нахожу в себе объяснение, почему я могу это не сделать, потому что я привык ходить в церковь такую, или в такую конфессию, поэтому я не могу этого сделать, потому что там у меня братья, сестры, с которыми я уже десятилетия хожу вместе, друзья, и теперь я должен их оставить, я предам их. Нет, не могу я это сделать, я останусь здесь, хотя я слышу, что истины там полной нет, но я нахожу для себя слова и мысли, убеждающие меня, что мне нужно тут оставаться. Вот это вот положение, отвержение, слышание голоса Божьего, и это проблема, это огромная проблема, что значит похулить Духа Святого для современного человека сегодня. Дух Святой открывает мне истину, Дух Святой показывает мне дорогу, путь, по которому идти, а я не хочу, потому что у меня есть алиби, вот поэтому, поэтому и я не хочу, хотя я слышу, что меня обличает Дух Святой, говорит, что это грех, это неправильно, посмотри, как это произошло в истории, это придумали люди, но я так привык к этому, как я могу это сделать, не могу я, и таким образом я отвергаю милость Божью и отвергну Духа Святого, друзья мои, Дух Святой это единственная личность Божества, которая влияет на мой разум, чтобы я услышал весь Божью и принял ее в сердце. Если я отвергаю Духа Святого, отец этим не занимается, сын этим не занимается, и поэтому никто меня больше не призывает прийти Господу Богу, поверить истине, я предоставлен тогда сам себе, и поэтому я таким образом похулил Святого Духа. Некоторые люди думают, что может быть это специфический грех, который я вот делаю, и вот этот грех является причиной, это так называемый какой-то грех, вот я говорю, Дух Святой, ты такой-сякой, и поэтому я вот похулил Святого Духа. Нет. Это может быть любой грех, абсолютно, нарушение любой из 10 заповедей, но стабильное продолжение оставаться в этом грехе, потому что мне это выгодно, потому что это мне сегодня подходит. Посмотрите, когда грехи Израиля достигли своей границы, Господь говорит пророку, не проси за этот народ, не возноси за них молитвы и приношения, не ходатайствуй предо Мною, ибо я не услышу тебя. Когда человек переступает определенную грань, Бог говорит, больше не хочу слышать никакого посредничества, я больше не приму посредничества сына моего, который пролил кровь, потому что это переступило всю грань. Сколько можно налить воды у 200-граммовый стакан? 200 грамм. А вы можете туда пол-литра вместить как-то, запрессовать? Нет. Когда мы слышим Зоу Божий и когда мы отвергаем, наступает момент, когда наше это беззаконие постоянное отвержение начинает переливаться через грань, через этих 200 грамм. То есть наше отвержение, оно уже превысило все рамки, все границы. И Бог говорит, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеком. Наступает момент, когда Бог говорит, конец пришел всякой плоти. Он говорит, что я больше не могу с этим мириться. Как обстоит дело сегодня с нами? Мы слишком заняты, чтобы подумать о спасении. Сегодня посмотрите, что Бог сделал в Виннице. Он оторвал нас от всех дел. Он оторвал нас от наших дел. Каждый день у нас были дела, мы планировали что-то делать. Дух Святой позвал вас прийти сюда. Каждый день Дух Святой взывает к вам и зовет вас, чтобы пришли сюда. И вы приходите сюда, чтобы услышать зов Божий. Я вам не проповедовал ни одного дня того, чтобы я не проповедовал из Библии и не говорил вам истину. Я вам проповедовал истину, как она есть в Слове Божьем. Однако у нас так много силы сопротивляться Богу. 33 человека в воскресенье вышли сюда вечером. Кого мы поздравили, кто принял решение, откликнулись на зов Духа Святого. Они услышали его. Они услышали этот зов и они сделали шаг навстречу своему спасению. А многие в своем сердце решили, что я же знаю истину. Я не хуже Антонюка знаю истину. Поэтому со мной все нормально. От того, что я там другой день, это не самое главное. Я люблю Иисуса. Как мы можем ошибиться? Как мы можем ошибиться? Друзья мои, что же есть хула против Святого Духа? Библия говорит, и не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Ибо если мы получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противника после тысячелетия. Время тысячелетия будет страшный суд и ярость огня будет ожидать момента, когда закончится тысячелетие и прочие из умерших поднимутся для того, чтобы ярость огня была излита на них. Кто-то написал, как вы говорите, что нет вечного огня, когда написано и будет плач и скрежет зубов. А что, когда гореть тогда будут после тысячелетия, то что, не будет плач и скрежет зубов? Будет от того, что этот огонь будет творить мщение и наказание. Это гнев Божий будет и будут люди скрежетать зубами и плакать и рыдать горько. Но ничего невозможно будет изменить. Ничего. Все, что мы должны сделать, чтобы поменять свою ситуацию и не тогда, встать перед Господом, нам нужно сегодня прийти к Иисусу. Когда я знаю истину, но по каким-то причинам или обстоятельствам для меня стало невыгодно жить по истине, и я иду против нее, это есть хула на Святого Духа. Скажите, пожалуйста, исповедовать воскресный день легче или субботний день легче? Субботний легче? Сложнее субботний. Первый день недели, воскресный день исповедует государство все. Поэтому это очень легко. Никто тебя никогда не погонит на работу. Да? А скажите, а в субботу? А в субботу приходится думать, верный я Господу или нет. Если я верный, я не пойду на работу, а это создает препятствие. Так или нет? Сложности? Скажите, пожалуйста, путь Божий, путь ко спасению, это легкий или сложнее? Сложнее. Но Бог говорит своим детям, я буду с тобой. Я тебя поддержу. Око мое над тобой. Я позабочусь, чтобы ты имел всегда хлеб и одежду, чтобы ты все имел. Только оставайся верным мне, и я дам тебе вечную жизнь. Друзья мои, это очень серьезно. Это есть грех, который Бог не может просить, когда я себе нашел ответ. Бог меня как-то поймет, что я не могу сегодня выполнять ту или иную заповедь. Не поймет Бог никогда. Он любит, но он взывает, Дух Святой стучит в мое сердце, покайся, приди ко мне и будь послушен мне. Время истекает, еще немного, и Библия говорит, грядущий придет и не умедлит. Перед пришествием Христа Бог посылает специальную весть. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, поклонитесь сотворившему небо, землю, море, источники вод. Это часть четвертой заповеди. Перед пришествием Христа будет звучать эта весть. Придите к Богу, поклонитесь Богу по всем заповедям. Будьте послушны Господу. И так скоро закончится и Божий суд. Все мы знаем с вами, что сегодня происходит суд над праведниками, над теми, которых имена записаны в книгу жизни, и Христос за них ходатай, адвокат. Им не надо переживать, им нужно просто держаться за Его руку, быть верными во всем Господу. И после суда судья всей вселенной произнесет такой приговор. Перед самым наступлением Дня Господня, Второго пришествия, когда завершится суд, Библия говорит, Господь произнесет слова, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый пусть освещается еще. Тогда уже дверь благодати закроется. Как только завершится суд, я и вы, мы не знаем, когда это произойдет, когда завершится суд, но еще кусочек времени будет, когда суд уже завершится. мы будем жить, работать еще, что-то делать, что-то планировать, а наша участь уже определена. И Господь говорит, кто жил неправедно, пусть так и продолжает, уже ничего невозможно изменить. А кто был праведник, он уже никогда не будет поступать неправедно, он только будет поступать по правде Божьей, и он уже определен для жизни вечной. Тогда уже изменить ничего нельзя будет. Друзья мои, это очень важно. тогда уже невозможно будет изменить ничего, и за этим последует пришествие Господа Иисуса Христа. Библия говорит, и поверг сидящий на облаке серб свой на землю, и земля была пожата. Сегодня я хочу пригласить вас, придите к Иисусу. Что представляет собой грех, который не может простить даже Бог? Вы понимаете? Что представляет собой грех? это мое упорство. Нежелание послушаться Господа Бога, поверить в Его истину, найти оправдание, почему я могу нарушать ту или иную заповедь, найти для себя ответ, почему я могу в смирении сердца делать это, и Бог меня должен как-то понять. И я продолжаю делать этот грех сознательно. И когда я понимаю это, наступает проблема. Библия говорит, и проповедано будет сей Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вы заметили? Христос не сказал, что в покаянии и во спасение будет проповедана весь вечный Евангелие. Кому-то будет проповедано во спасение, а большинству во свидетельство. Чтобы потом, после тысячелетия, когда они проснутся и встанут из пыльных могил, чтобы ни один не сказал, Господи, а я же не знал, Ты мне ничего не объяснил. Поэтому проповедима Евангелия сегодня охватывает весь шар земной, где Дух Святой обличает о правде, о грехе и о суде. Чтобы тогда люди могли сказать, праведен Ты, Господи, что Ты меня осудил. Помните, я говорил, Бог нажмет такую кнопочку, посмотрим свой документальный фильм, что мы делали, как Дух Святой взывал к нам и как Он призывал нас, чтобы мы могли покаяться, повернуться к Господу Богу, а мы находили объяснение. Посмотрите, какой я маленький такой вывод сделал. Когда человек слышит Божий призыв последовать истины и не отвечает, но продолжает упорно жить во грехе, постепенно зов Святого Духа становится для него менее понятным. И таким образом происходит хула против Святого Духа. Вот это ожесточение сердца и постоянное отречение следовать библейской истине, оно огорчает Святого Духа. А что апостол Павел писал, и не оскорбляйте Святого Духа. И я оскорбляю Святого Духа, и Он вынужден покинуть меня. Дух Святой сегодня работает и в православной церкви, католической церкви, пятидесятников, баптистов, адвентистов, харизматов и всех, всех живущих на земле. И у буддистов, и у иудеев, всех. И Он работает и зовет «Приди ко мне, приди ко мне». Он открывает истину. Но я нахожу для себя ответ «Почему нет?» И когда Дух Святой покидает человека, на это Бог заявляет «Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками». И если человек упорно не желает следовать Слову Божьему, к чему призывает Святой Дух, наступает такой момент, когда человек приступает к эту границу и голос Духа умолкает навсегда. Таким образом произносится в буквальном смысле «Хула против Святого Духа». И Дух удаляется. И вот тогда никто больше никогда не позовет вас к покаянию. Вы будете жить в своем грехе, вам придет успокоение, все нормально, никаких проблем. Живи себе дальше так, как жил, и все хорошо. Друзья мои, отвержение Божьего призыва следовать истине есть «Хула» против Святого Духа. Поэтому сегодня хотел бы резюме такое подвести. Попытка человека сознательно сопротивляться истине. Вы слышите? Дух Святой это кто? Истина. И когда я сопротивляюсь истине, заповеди Божьи это истина, истина. И когда я сопротивляюсь истине, четко изложенной в Библии и при этом продолжаю следовать традиции, что является не больше, чем нелепость, человек обрекает себя на погибель. Это есть грех, который Бог никогда не простит. Если бы я не слышал, если бы я не знал, но когда я знаю, но я ответил себе, почему я не хочу следовать истине, потому что у меня есть много алиби, а они ничего не значат в глазах Божьих, тогда я обрекаю сам себя на погибель. И причина, если вы погибнете и не будете в Божьем Царстве, это знаете почему? Так вы захотели. Бог так не хотел. И то, что происходит сегодня в этом зале, это потому, что Бог хочет, чтобы вы были спасены. Но если вы не хотите, Бог никого не насилует. Он дает абсолютную свободу, Он дает абсолютную свободу всем. И Библия говорит, но Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Веру, основанную на истине. Так написано. Пусть добрый Бог поможет сегодня каждому из вас в этом. Расскажи нам, Иисус, как ты жил с людьми, как греховный тяжкий груз Бога не затми. Как ты нес благую весть в гибнущем краю и в ответ на ненависть жизнь отдаст свою. Как ты нес благую весть в гибнущем краю и в ответ на ненависть жизнь отдаст свою. Объясни нам, Иисус, как ты их любил. Тех, кто распинал, как трус, даже их простил. им ты нес благую весть в гибнущем краю и в ответ на ненависть жизнь отдаст свою. Им ты нес благую весть в гибнущем краю и в ответ на ненависть жизнь отдаст свою. Научи нас, Иисус, в этом мире жить Сатаны, отбросив груз, лишь тебе служить И нести благую весть в гибнущем краю И в ответ на ненависть жизнь отдать свою И нести благую весть в гибнущем краю И в ответ на ненависть жизнь отдать свою Спасибо, Вячеслав! Я сегодня хотел бы попросить каждого из вас Друзья мои Очень спасибо! Спасибо тебе большое! Спасибо огромное! Я хотел попросить каждого из вас Друзья мои Библия говорит, что есть вечная жизнь И Библия говорит, что есть вечная погибель Некоторые люди верят в судьбу Библия не учит этой вере Библия учит, что каждый из нас Творец своей судьбы Евангелие от Иоанна 3,16 Говорится Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий верующий в Него не погиб Но имел жизнь вечную Скажите, от кого зависит, буду я спасенный Или я погибну? От того, поверю я в Него или нет? Правильно? Скажите, судьба в чем заключается? Судьба заключается в том, что Бог сделал Возможным для всех спасение И если я принимаю, я спасенный Не принимаю это верою, я погибший Поэтому все зависит от меня абсолютно Если вы не будете в вечности Помните, что так вы выбрали Так вы захотели Я хочу попросить сегодня Очень плохо погибать Подумайте об этом Очень плохо То, что произойдет после тысячелетия Самое лучшее Это то, что произойдет перед тысячелетием Возвращение Иисуса Господа Бога Царя Царей Который придет в этот мир Чтобы подарить вечную жизнь И Он возьмет всех тех, которые Слышали голос Святого Духа Реагировали на обличение Святого Духа И следовали истиня Библия говорит, что Дух Святой Он придет для того, чтобы наставить на истину Истина одна Это Библия Слово Божье Последуйте этой книге Поверьте Духу Святому Поверьте Иисусу Иисус сказал однажды своим соотечественникам Исследуйте Священное Писание Ибо через них вы будете иметь вечную жизнь Исследуйте не комментарии Не слова просто человеков А Слово Божье Оно поможет вам Идти по Божьему пути И обрести вечную жизнь Пусть Бог сегодня поддержит вашу веру в Него Я хочу помолиться о вас Дорогой Божий Наш Небесный Отец Мы сердечно благодарим Тебя за то, что От Тебя мы все имеем Мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты нам приоткрыл Эту важную истину Что оказывается мы можем Запросто похулить Святого Духа А это грех, который Ты сказал, что Он не будет прощенным Это может стать причиной нашей гибели Вечной погибели Господи О, помоги, чтобы мы не были похожими На евреев в дне Иисуса Христа О которых Ты сказал, что глазами смотрят И не видят, ушами слышат И слушают и не слышат Ибо огрубело сердце людей этих Боже, не дай нам услышать этот рок Пожалуйста, открой наши очи На Твою правду На Твою истину Открой наши уши Чтобы мы могли слышать голос Духа Святого Чтобы наше сердце было открыто для Тебя Чтобы Иисус Тебе было там место Чтобы Ты был нашим другом А мы были бы послушными Твоими детьми Будь нашим Господом в нашей жизни И нашим спасителем И Господи, когда Ты придешь Нам очень хочется быть в Твоем Царстве Но помоги нам, Господи Не пропустить возможность Зова Святого Духа И откликнуться на Него Сегодня, когда мы пойдем домой Пусть ангелы могущественные силы Хранят каждого из нас в дороге Как драгоценных детей Твоих Позаботься о домах Родных и близких каждого человека Господи, позаботься о их работе О тех, кто имеет нужду В средствах для пропитания Подай им руку помощи А завтра приведи вновь нас сюда Потому что хотим знать правду Твою И следовать ей Наша молитва об этом Во имя драгоценное для нас Имя Господа Спасителя Иисуса Христа Аминь Огромное спасибо вам, что вы были с нами сегодня Бог вас любит И вы самое дорогое, что есть у Него в городе Винницы И я люблю вас Всего вам самого лучшего